доброе утро давайте сделаем быстро проверку связи надеюсь что меня видно меня слышно спасибо большое руководству сети 1001 тур что предоставили мне возможность сегодня перед вами выступить и рассказывать о кубе в актуальности новостей санитарные протоколы рассказывать кратце по поводу Каю Коко что такое Каю Коко что предлагается как экскурсионные программы в Каю Коко и в том числе вкратце рассказать об отелях три отеля которые представлены у нас от сети отелей Blue Diamond Resorts это Меморис Пламенко для семейного отдыха 5 звездочный отель это Меморис Карибы 4 звезды только для взрослых 16 плюс и наш относительно новый отель Starfish в Каю Герму который начинает свою работу 10 января следующего года вот но давайте вкратце расскажу что такое Blue Diamond Resorts это нам исполнилось 10 лет в этом году активно развивается в Карибском регионе на сегодняшний день в 10 странах Карибского региона имеем более 45 отелей совершенно разных категорий от 3 звезды до 5 Deluxe такие известные марки как вы знаете наверняка это марка Royalton марка Grand Memories, Sanctuary, Memories, Starfish, Planeta Hollywood и так далее больше всего расположены отели на Кубе на Кубе на сегодняшний день у нас порядка 20 отелей представлены в основных курортах Кубы это конечно Гавана, Бородеро, Каю Санта Мария, Каю Хоку, Каю Вильермо и на юге Кубы это самый лучший пляж, пляж Анконг находится наш отель для семейного отдыха Мемори Стрейнера в Дельмарк ну давайте тогда перейдем уже к делу то что для нас крайне важно сейчас знать это касаемо санитарные протоколы как сейчас выглядит да и определенные полезные советы я рекомендую если есть возможность соответственно сделать фотографию этого слайда чтобы вы могли бы использовать дневно в вашей работе но давайте начнем из того что на сегодняшний день летают два туроператора на Кубу исключительно летают в курорт Каю Коко непосредственно прилетают в международный аэропорт Хардинес Дель Вей в Каю Коко и по прилету что необходимо знать клиенту во-первых заполняется анкета заявлений в состоянии здоровья вот эту анкету раздают на борту самолета на сегодняшний день летает ТОДА АНЕКСТУР АЗУР ЭР и летает ПЕГАЗ ТУРИСТИК НОРТ ВИН вот раздают эту анкету на борту заполняется она очень простая есть нужно указывать в каком отеле вы проживаете данные клиента соответственно и нужно указать там будут вопросы относительно были ли контакты последние несколько дней с клиентами у которых коронавирус у вас есть температура или была температура если кашу если насморк и так далее вот это все соответственно указываете в анкете которые которые вы даете представителям пластика да вы прилетаете к каю коку второе что делается по прилету да получается вышли с самолета сразу организуются несколько очередей клиентов и дальше они будут проходить будут отдавать эту анкету по состоянию здоровья дальше порядка десяти кабин проходят тесты совершенно бесплатно на ковид который сейчас получается берут палочкой нос раз-два и в рот это проходит всего 30 секунд достаточно быстрая процедура после того как прошли тест клиенты проходят паспортный контрол далее получают багаж и выходят на улицу соответственно встречаются представитель интероператора что необходимо знать в аэропорту в аэропорту обязательно просят что по выходе из самолета нужно обязательно носить маску вот во время пребывания в аэропорту нужно носить маску и во время трампера тоже нужно носить маску очень приятные такие новости что в начале говорили что вся процедура от прилета до выхода на встречу с оператором с представитель интероператора в автобус занимала эта процедура примерно 2-3 часа до сегодняшний день мне сказали что кубинцы стали гораздо быстрее как бы это просто может проходить в течение часа полторы поэтому можете передавать эту информацию клиенту проходит все гораздо как называется быстрее во время трансфера тоже нужно носить маску обязательно когда приехали в отель есть три представителя медицинского корпуса это эпидемиолог это общий врач и медсестра которые как раз проверяют температуру клиентов до того как проходят чек-ин соответственно заранее чек-ин организовывают так чтобы не было скопления большого народа обязательно по прибытию в отель необходимо носить маску и маску в отеле необходимо носить пока клиенты не получили результат теста который сделан был в аэропорту в течение двадцати четырех часов данный тест будет готов вот и клиенты конечно могут разместиться в номерах могут проходить передвигаться по территории отеля и прочее но требует чтобы маска была все время до получения результатов соответственно встречаются непосредственно в отель с представителем туроператора приезжают представители министерства здравоохранения с результатами теста вот если есть тест положительный у клиента соответственно его переселяют в отель сол каю коку где в этом отеле организовали все необходимые условия сделали гостиницу гостиницу госпитал вот приезжают туда а у кого тест положительный они находятся в режиме все включено в данном отеле конечно в карантине своем номере принципе могут давать посмотрим выходить скажем так в открытое пространство на некоторое время но конечно нет такого свободного передвижения по территории отеля сол каю коку дальше клиенты которые получили тест положительный в течение девяти перед 14 дней получают делал повторный тест соответственно если повторный тест дает отрицательный результат они возвращаются в свой отель и дальше продолжают или просто начинается для них беззаботный отдых а клиенты которые были контакты кто такое контакт контакты это те клиенты которые приехали с клиентом у которого обнаружили тест положительный это а проживающую в одном номере клиенты соответственно остается в отеле контакт остается в этом номере контакт но на карантине имеется ввиду что не выходит из номера а в течение пяти дней делается повторный тест если у контакта а результат был отрицательный соответственно все снимает маску имеется ввиду дают свободное передвижение по территории отеля и начинается полноценный отдых вот касаемо соответственно клиентов которые перевели в отель сока и у кого это те клиенты у которых был положительный тест но скажем так не было явных симптомов вот если есть клиенты у которых есть симптомы коронавируса конечно их госпитализируют отправляем госпитал и там безусловно начинается лечение это все идет по страховке поэтому у клиентов которые приезжают со каю коку или просто в больницу нет каких-либо дополнительных расходов на лечение на проживание за питание это как бы тут такие моменты которые необходимо знать соответственно если у контакта были через пять дней сделали повторный тест не дай бог положительный результат конечно этого контакта переведут уже в сол каю коку и уже начинается скажем так его лечение или просто ждем повторного теста для того чтобы проверить что все в порядке ли человек все-таки заболел это скажем так то что необходимо знать относительно процедуры все условия сол каю коку они предусмотрены работают они проживают и питание по системе все включено имеется ввиду что у них есть напитки у них есть соответственно завтрак обед ужин все идет через обслуживший персонал отеля и есть такой момент как раз получено недавно информации о том что если контакты не хотят дождаться 5 дней и хотят делать повторный тест на коронавирус быстрее есть такая возможность но в этом случае повторный тест будет платный это стоимость и 30 долларов клиент через представители отеля говорит о том что есть такая такое желание делать повторный тест не за 5 дней а не знаю за два за три дня после того как он стал контактом и организуется вывоз до места где проводится данный тест и пожалуйста как бы клиент это все проходит а если вдруг у вас есть клиенты из других стран белоруссии и казахстана который транзитом через москву летают на кубу им нужно будет на обратный путь соответственно тест за три дня который делался со 72 часа делается данный тест необходимо обязательно в ресепсе отеля а в этом заранее сообщить чтобы пожалуйста организуйте для меня именно тест на коронавирус накануне у вылета потому что требуется предоставить по прилету в москву граждане этих республик вот тоже как бы имеете ввиду это все организуется все это делается и каких-либо вопросов не возникают поэтому что я хочу сказать резюмировать вот это части санитарные протоколы очень конечно рекомендую когда клиенты к вам обращаются они хотят посетить клубу конечно рекомендуйте все таки страховка дневуезда во первых и во вторых просто делать тест до того как отправиться на клубу пусть они будут уверены в том что тест отрицательный если не дай бог накануне вылета отель тест получается положительный не страховка дневуезда и конечно клиенты уже не будет как называются проходить через вот эту неприятную посаду процедуру по прилету что то есть положительно что он остался без отпуска потому что его переводят на карантин сока ю коку и так далее как бы это у нас с вами такая работа я думаю что очень будет полезно клиентам об этом как называться в этом предупредит когда соответственно будет решение поехать отдохнуть на кубу тест по прилету на кубу он бесплатный вот поэтому и все что касаемо вот повторность тестов это все идет именно по страховке а куба обязывает всех туристов которые прилетают на кубу чтобы у них был тест включающий коронавирус поэтому когда вы продаете пакет туристических услуг который продаете через анекс или через пегас туристик это уже включая страховка а на случай коронавируса вот если у клиента по какой-то причине этой страховки нет по прилету на кубу можно приобрести эту страховку она стоит 30 долларов и дальше конечно при возникновении таких ситуаций это все покрывая страховая компания тоже хочу рассказать о чем о том что относительно недавно была информация о том что клиенты должны по прилету платить 30 долларов за тест и в том числе должны быть на карантине 5 дней хочу обратить внимание что это исключительно связано было с рейсами регулярных гавану это ни в коем образом не связано с каю коку как и было по каю коку прилетаю бесплатный тест никаких 5 дней карантина соблюдать ничего не надо если у вас отрицательный тест такого каю коку на сегодня сегодня нет поэтому это касаемо гаваны это касаемо регулярные рейса те которые прилетают соответственно туда возможно проживая в гаване поэтому не имеет никакого отношения с чартерными рейсами которые летают на сегодняшний день каю коку теперь если будут вопросы по санитарным протоколом пожалуйста пишите я с удовольствием вам на ваши вопросы как называется отвечу дальше какие изменения на сегодняшний день или советы которые я даю обязательно в этом нужно говорить клиентам во-первых прошу вас рекомендуйте клиентам брать с собой спрей против комаров и кумитокс для номера как бы с учетом того что в это лето было очень много дождей на кубе видимо стало больше количество комаров и хэхэнес хэхэнес это такие маленькие комарики которые сильно кусаются они оставляют такие красные пятна а клиенты думают что это блох и на самом деле блоков никаких нет это просто такие комарики и просто оставляют свои такие красные пятна по на коже поэтому если у кого есть аллергия пожалуйста как бы напоминаю на территории отеля есть медицинский персонал пусть они обращаются медицинский центр и и при необходимости просто принимают какие-либо лекарства или просто мажут какими-либо кремами чтобы не довести вот это дело до критического поэтому предупредите клиентов да есть комари есть хэхэнес такие сильно кусачие они в основном выходят на закат ближе к вечеру либо после дождя поэтому берем с собой спрей против комаров берем с собой прямо если у кого-то есть аллергия пожалуйста прошу это учесть дальше что необходимо сейчас узнать на сегодняшний день отменили комиссию 10 процентов который было при обмене доллары поэтому сейчас выгодно брат как и доллары так и евро вот раньше было только евро берем нет этого уже нету но прошу честно сейчас целью уменьшить контактов через купюры практически все платежи на кубе идут банковскими картами банковские карты принимаются от российских банков европейских банков кроме американских напоминаю о том что у куба есть экономическая блокада со стороны сша у нас сша очень скажем так плохие отношения поэтому на кубе не принимаются кредитные карты американских банков или просто american express к примеру банки тоже на кубе не принимается касаемо кредитных карт при оплате а идут проценты получается что все будет плюс полтора три процента а от стоимости услуг или сервисов и дискурсе которые клиент приобретают непосредственно на месте тоже об этом надо говорить насчет интернета на сегодняшний день ура интернет вай фай бесплатный на территории отелей поэтому у клиенты которые приезжают с 1 декабря этого года а клиенты приезжают им дают код и поэтому ходу они заходят вай фай и дальше могут подключиться бесплатно к сети отеля чаще всего не ловит хорошо интернет вай фай достаточно говоря что хорошей скоростью работает вот это лобби отеля это новый бар это снег бар это бассейн отеля пока до номерного фонда вай фай не доходит но это я думаю что вопрос времени прошу это учесть что клиенты уже не вынуждены как называется приобрести карточки на интернет соответственно подключение к вай фай да уже работая вай фай бесплатно с 1 декабря наших отелях каю коку пожалуйста бесплатно клиенты подключаются вай фай у толка на территории отеля а действует код который выдается клиенту по прибытию непосредственно в нашем как называется отеле дальше что очень важно относительно недавно появился появилась такая информация то что куба приняло решение о том что нельзя категорически сопрещено ввоз электронных сигарет на кубу поэтому если что берем с собой только обычные сигареты это же кальян запрещено на кубе это связано с тем что куба борется с наркотиками и кубинцы считаю что именно через кальян через электронные сигареты это способствует как раз курению и различных видов наркотиков поэтому запрещено навоз и оставляйте дома либо если очень хотите прячьте глубоко где-то в чемодане чтобы не обнаружили этой электронные сигареты айкос я не знаю насколько это считается ли не считается электронные сигареты можно уточнить пожалуйста напишите мне конкретно отдельно я могу уточнить считается ли айкос для кубинцев электронные сигареты я не могу сказать вот касаемо каюки гермо о насколько я знаю да на сегодняшний день по поводу бесплатного вай фай это все отели которых каюку каюки гермо сейчас работают вот значит возвращаюсь по поводу запретов опять же касаемо дрона дрон на кубе требует специальные разрешение навоз поэтому пожалуйста то же самое для любителей снимать красиво дроном с воздуха не рекомендую брать собой если вдруг кто-то брал собой конечно взимают на границе если вдруг обнаружили багаже вот на хранение отдают и когда клиент возвращается в москву конечно возвращаются но клиенту придется платить сохранение этого дрона в аэропорту поэтому не стоит таких скажем так проблем во время отпуска поэтому берем с собой телефоны фотоаппараты видео и пожалуйста все красиво снимаем непосредственно в отеле что еще в плане советы для клиентов хочу вам сказать хочу напомнить о том что отели на кубе были очень долго закрыты хочу напомнить о том что на кубе все отели государственные принадлежат государству и все что связано с питанием с персоналом с сервисом обслуживания это все от зависит от государства куба конечно как страна третьего мира она пострадала очень долго отели были закрыты и конечно а были определенные скажем так потери большие потери со счет того что не приезжали туристы на кубу только начали открываться курорты конечно сейчас надо предупредить так а клиентам о том что не ожидали в плане питания в плане развлекательной программы потому что это все восстанавливается персонал персонал постепенно возвращается в отеле а все зависит от загрузки отеля сейчас загрузка отеля где-то на уровне 30-40 процентов конечно восстановлением чартерных рейсов каю коку из канады начнут летать чартерные рейсы и чем больше будут клиентов тем больше количество ресторанов а лакарта будут работать большее количество персонала и аниматоров которые будут заниматься клиентов клиентами и утром и днем и вечером вот как бы предупредить и клиентов что прежде всего здесь они рассчитывают на супер классный отдых плане солнце море вот море рекой у рома вот внимательное отношение со стороны сотрудников да есть питание есть разнообразие продуктов питания в ресторанах а лакарта или шведский стол но никакого вау не ожидать все-таки будет рыба мясо курица а свинина говядина будут салаты фрукты небольшой выбор фруктов небольшой выбор салата а в этом нужно просто тоже предупредить клиентов конечно в ресторан и буфет а буфеты работают зоны где готовят для клиентов а итальянские блюда а рыбные блюда мясные блюда а в ресторанах а лакарта обслуживаются официанты либо просто готовые порции поэтому клиенты которые приходят шведский стол они подходят а им накладывают определенное количество блюд то что желает клиент либо берут уже готовые порции либо они обращаются к зонам кукин шоу где по своему заказу готовы там омлеты жареные яйца на завтра или просто на обед соответственно не знаю пожарили кусок мяса или вечерное время и так далее касаемо ресторанов а лакарта рестораны лакарты входят в системе все включено вот и главное что нужно заранее бронировать получается во время пребывания клиентов отель есть несколько раз возможно посетить рестораны а лакарта поэтому требуется претворительного брони и рестораны которые есть у нас в отеле советом я чуть позже расскажу главное чтобы вы об этом а как называются знали система все включено на кубе 24 часа имеется ввиду что есть один бар это обычно лобби бар работающий 24 часа наливает спиртные безалкогольные напитки 24 часа есть конечно а не только ром кубинского производства пиво кубинского производства и в том числе импортные напитки это водка текила это выиски это коньяк это раз не вина красный белый розовый вина это соответственно пиво импортного безалкогольные напитки фанта кока-кола спрайт это сок и и так далее как бы это все есть принципе вот в наших барах если клиенты хотят ношу ночью покушать то конечно если бар который работает 24 часа обычно это бургеры это фут-доги это картошка при это может быть пицца сэндвичи и так далее которые тоже ночью а клиенты дегустируют и просто пробуют соответственно что еще скажем так хотел бы знать тоже о кубе надо важно знать что на кубе официально чеки 16 часов и чека в 12 часов на сегодняшний день загрузка отеля примерно максимально будет до 60 процентов поэтому конечно клиенты приезжают в отель сразу раздают на ключи чтобы они просто уже разместились по своим корпусам по своим номерам но в любом случае будущем возможно когда все устаканится все будет скажем так а обычно обычная жизнь наступит наконец-то да как бы следующем году все таки имею ввиду если клиенты заехали в отель до 16 часов если номера готовы пожалуйста размещаются сразу но если вдруг номера не готовы и конечно оставляют камеру хранения багаж и дальше получаю браслет могут пользоваться все инфраструктура отелей вот как а но до получения номера то же самое на чек-аут о 12 часов номер освобождают и дальше могут пользоваться инфраструктура отеля до приезда трансплера теперь перейдем каю коку что это за чудо что за остров хочу напомнить что на сегодняшний день а не ограничение выезда из каю коку клиенты отдыхают исключительно на территории каю коку на сегодняшний день это связано с тем что а а есть карантин соседние провинции которые объединяют каю коку как видите есть надеюсь что указка видно на экране вот здесь видите есть дорога построена по морю это дамба который соединяет островной части кубы с материковой части это провинции сего дьявила который на сегодняшний день находится на второй фазе карантина поэтому через эту провинцию нельзя проезжать соответственно клиенты отдыхают каю коку клиенты могут отдыхать в соседний остров это каю гидермо и каю коку и каю гидермо они соединены мостом поэтому клиенты которые отдыхают каю коку могут безусловно а посетить и знаменитый пляж пилар он находится в конце каю коку этот пляж очень связано с пребыванием эрнест хемингуэй на кубе и как раз это было вдохновением для него для того чтобы написать известное произведение старик и море как раз пляж пилар носит название яхты эрнест хемингуэя и конечно каю коку очень много связано с его жизнью очень красивый пляж там можно провести целый день если кто-то хочет на кубе на сегодняшний день есть возможность брать машину на прокат есть возможность брать мопеды на прокат либо передвигаться по по острову по островам на двухэтажном туристическом автобусе который стоит пять куков и конечно получается что можно побыть целый день на острове каю каю гидермо пляж пилар там нет отелей там есть ресторан если жак и зонты и пожалуйста очень красивая пляж белоснежный такие дюни песчаные обалденно красивые разноцветное море поэтому это одна из экскурсий которую можно посетить каю коку когда вы отдыхаете наши клиенты отдыхают дальше основном конечно экскурсии именно связано с морем это на катамаранах организуют различные вечеринки организуются соответственно подводное плавание это можно отдохнуть маской с трубкой посмотреть на красивые коралловые рифы хочу сказать что на кубе более 400 километров коралловых рифов и каю коку каю гидермо есть порядка 20 точек где можно посмотреть на богатый подводный мир острова и в том числе можно мерять и посмотреть на затонувшие корабли так то можно тоже для любителей подводного плавания с аквалангами пожалуйста это тоже можно организовать для любителей рыболовства есть от маленьких до больших рыб пожалуйста любой сложности рыболовства есть современные яхты которые полностью оборудование это все можно тоже организовать Есть точки подводного плавания, если кто-то хочет научиться аквалангами, пожалуйста, тоже это можно сделать. И на Каюкоку, Каюги Гермо, еще рядом есть Каю Паридон Гранде, как видите, вот соединен тоже есть дорога. Это относительно новый курорт, который сейчас развивается. Делается джип-сафари по островам, где посещают такие экологические зоны, где для любителей как раз знакомиться с эндемической флорой, фауной, посмотреть на розовые фламинги, потому что на Каюкоку, Каюги Гермо есть зоны, где проживают, находятся, кормятся розовые фламинги. Это все, в принципе, пожалуйста, можно организовать и сделать. Касаемо экскурсии, которые в материковый участок Кубы, на сегодняшний день можно ли посетить Гавану? Пока нельзя посетить Гавану, хоть и в Каюкоку есть международный аэропорт, и в том числе организуются внутренние авиаперелеты между Гаваной и Каюкоку. На сегодняшний день еще не восстановлены. Это внутренние авиаперелеты. Можно было, конечно, добраться по земле до Гаваны, но пока, как я говорил, запрет на выезд из Каюкоку для туристов. Но это, я думаю, что в ближайшее время все ситуации сменится. Но все-таки об этом надо говорить туристам, чтобы они знали. Пока нельзя посетить Гавану, Триндад, Сен-Фуэго, Санта-Клара. Это вот те города, которые как раз в обычной жизни, это из тех достопримечательностей, которые посещают клиенты, когда отдыхают непосредственно в Каюкоку. Но это, в принципе, по Каюкоку то, что хотел сказать. Если говорить про аэропорт, он маленький, совсем небольшой аэропорт, он такой крошечный. Нельзя сравнить с большими аэропортами в Москве. О этом тоже наговорит клиентам. Соответственно, из самолета они проходят пешком до здания аэропорта, где, как я говорил, формируется нескольких очередей. Дальше клиенты сдают анкету на состояние здоровья, проходят тест на COVID бесплатно, дальше проходят паспортный контроль, дальше получают багаж и выходят на улицу. Примерно вот такая процедура. Сколько занимает трансфер от аэропорта до отельной зоны? Как видите, отельная зона – это северная сторона Каюкоку и Каювильермо. Если мы говорим про мои два отеля, они расположены в пляж Фламенко, один из самых таких красивых пляжей непосредственно Каювильермо. Трансфер от аэропорта до моих отелей занимает 15-20 минут. Если клиенты будут отдыхать непосредственно Каювильермо, как раз в начале Каювильермо по правой стороне расположен наш отель Starfish Каювильермо. Это вот первый отель по правой стороне. Трансфер занимает уже примерно 30 минут. Почему? Потому что надо ехать через просто въезд Каювильермо, через мост попадаем, соответственно, в Каювильермо и, пожалуйста, находимся уже там. Это, я думаю, плюс-минус то, что о Каювильермо на сегодняшний день и Каювильермо вы должны знать. Вот, передать эту информацию клиентам. Как видите, есть нескольких точек, которые центров подводного плавания. Вот, и в том числе немаловажно для любителей активных видов водных спорта, как моторных и немоторных, то моторный, пожалуйста, извините, можно организовать. Немоторный есть несколько школ кайт-серфинга и винсерфинга. Кто хочет научиться, пожалуйста, есть курсы от одного занятия до 12 занятий. Вот, полностью там берем оборудование на прокат. Если кто-то хочет брать с собой оборудование, пожалуйста, может взять и дальше заниматься винсерфингом или просто кайсерфингом непосредственно на Кубе. Даже есть одна школа, которая имеет русскоговорящие, соответственно, инструктора. Касаемо стоимости, Ирина, я рекомендую, потом лично мне напишите. Я выясню и вам отправлю ссылку, чтобы вы посмотрели стоимости, соответственно, курса кайт-серфинга и в том числе, может быть, подводного плавания. Кто хочет заниматься этим вопросом, пожалуйста, как бы, чтобы сейчас на этом много времени не терять. Но, понятно, чем больше занятий, тем дешевле получается в средней стоимости одного занятия. Теперь начинаем по отелям. Отелям Memories Flamenco. На сегодняшний день это один из самых таких популярных отелей, потому что поисковики имеют очень хорошую цену. Но специально руководство Blue Diamond Resort это сделал, потому что мы понимаем, что с пандемией многие пострадали, и с зарплатой, и с работой, и прочее. Поэтому мы сделали максимально доступные цены для российского рынка. Поэтому как у Annex Tour, так и у Pegas Touristik в поисковике вы вначале увидите мои два отеля. Это Memories Flamenco в Каю Коко, это Memories в Карибе в Каю Коко, и в том числе с января месяца, январь, февраль, увидите в первых рядах в поисковике Startfish в Каю Гигер. Ну, скажем так. Memories Flamenco, отель 5 звезд. Опять же, делим, скажем клиентам, что все-таки это хороший 4-звездочный отель с плюсом, скажем так, потому что бывают отели, считая, что 5-звездочные отели во всем мире, везде одинаковые. В этом плане 5-звездочные отели на Кубе все-таки попроще. Прошу предупредить клиентов об этом. Это просто звезды дает Минтур, Министерство туризма Кубы, по каким-то характеристикам, по каким-то техническим данным. Наверняка, есть, не всегда соответствует международным стандартам, поэтому, скажем так, звезды на Кубе относительные. Лучше сказать, что, скажем так, это отличная, хорошая четверка, или все-таки там 4-звездочный отель 5-звездочный. Напоминаю, что система, все включено 24 часа, это семейный отель. На вашем экране, как видите, это карта отеля. Отель очень компактный, здесь мы видим, соответственно, пляж. И в главном корпусе, куда приезжают, соответственно, клиенты, делают чек-ин, дальше развозят по корпусам электрокары, ходят по территории. Здесь, соответственно, есть новый бар, который работает 24 часа в сутки. Само собой, есть обменный пункт, есть магазинчики, супермаркеты, где можно дополнительно купить, кто желает, там ром, пино, свиниры, сигары и так далее. Здесь корпусы, где расположены рестораны «Шведский стол», завтрак, обед и ужин, три ресторана «Ала-Карта». На сегодняшний день рестораны «Ала-Карта» будут открываться по мере загрузки отеля. Имеется в виду, что не все рестораны «Ала-Карта» на сегодняшний день одновременно работают, но наш ресторан «Ала-Карта» на сегодняшний день, который есть в целом в отеле. Это ресторан средиземно-мороской кухни, это ресторан азиатской кухни, это ресторан итальянской кухни, криотской кухни и так далее. Есть бассейн. Вокруг бассейна как раз в течение дня проходит развлекательная программа. Обязательно будут занятия сальсой. Очень часто спрашивают, можно ли научиться сальсу на кубе играть. Да, в принципе, можно, без всяких вопросов. Здесь есть еще снэк-бар, который работает 24 часа. Ресторан ближе к пляже, который в течение обеда кормит наших клиентов. Не обязательно одеваться, чтобы вернуться сюда и посетить ресторан-буфет. Можно и на пляже тоже перекусить. Само собой, снэк-бар, где пицца, сэндвичи, хот-доги, бургеры и так далее. Для маленьких детей есть мини-клуб. Мини-клуб есть, в том числе, бейби-клуб. Для маленьких детей от 0 до 3 лет. Соответственно, с присутствием родителей. Есть от 4 до 12 лет. Разные занятия в течение дня с детьми делают. В вечернее время делается мини-дискотека 20-30 лет. И в том числе есть комната для подростков. Старше 14 лет, где есть настольные игры. И есть чем заниматься. Будет заниматься. По поводу детских клубов. На сегодняшний день мне сказали, что мини-клуб в отеле временно, скажем так, не работает. Но все-таки есть различные мероприятия, как для детей, так и для взрослых. Аниматоры ими занимаются. И утром и бывает такая аэробика. И различные мероприятия, которые проводятся спортивные у бассейна. Но обычно клиенты, конечно, которые приезжают из России, в основном отдыхают на пляже. Само собой, по всей территории музыка. На пляже есть бары. Можно коктейли заказывать. Мохито, пиньякулада, дайкири, пиво, чай, кофе. Все, что вы пожелаете. Вот в этом плане тоже такой, скажем так, совет. Рекомендую брать с собой термокружки. Потому что однорасовые стаканы все-таки небольшие. И чтобы клиенту не пришло постоянно туда-сюда, туда-сюда ходить. Опять же, напитки становятся потеплее. Все-таки жаркая погода. Лучше в термокружке. Либо холод хранится, либо тепло хранится. В баре, который на пляже, можно это все заранее наливать. И, пожалуйста, наслаждаемся своим отдыхом. И не надо так часто ходить, скажем так, в бар туда-сюда с однорасовыми стаканчиками. Есть такой, скажем так, совет. Дальше есть такая зона у нас спортивная. Есть возможность организовать, кто хочет заниматься и совместить солнце и море с спортом. Есть тренажерный зал. Есть теннисные корты. Есть возможность организовать мини-футбол, баскетбол и так далее. В том числе есть спа-центр, кто хочет омолаживаться, кто хочет массаж. Пожалуйста, достаточно по доступной цене. Можно это все, как называется, организовать. Касаемо пляжа и касаемо водорослей. На Кубе водоросли умеренно. Конечно, они возникают в основном с утра. Но обычно, если говорим про мои отели непосредственно Memory Flamenco, Memory Scaribus, Startfish, Cayo и Yermo, есть персонал, тракторы, которые специально проходят по пляжу. И, соответственно, постоянно, если опять же возвращаются или появляются водоросли в течение дня, конечно, опять же их убирают. Поэтому я говорю смело, что наши пляжи достаточно чистые. И, еще раз повторяю, все-таки присутствие водорослей в целом на Кубе достаточно умеренно. Потому что мы достаточно далеко от, как называется, моря водорослей, чем страдают, бывает, Доминикана и Мексика. Опять-таки, вокруг Кубы огромное количество мелких островов. И это, конечно, препятствует именно прохождению большего количества водорослей. У нас таких явлений, большое количество скоплений водорослей на пляжах никогда не было. Всегда умеренно. Это все постепенно, регулярно очищается. Но я, конечно, могу больше говорить за свои, скажем так, отели. Но посмотрите, пожалуйста, вот красоту с пятичьего полета пляж отеля Memory Flamenco. Как видите, очень такой белоснежный песчаный пляж, широкая полоса песчаная. Дальше идет такой пологий ход в море. Такой плавный, поэтому кто отдыхает с детьми, безопасно, идет такой плавно-плавно-плавно заход. Видите, тут где потемнеет, это уже более глубокие зоны. Конечно, плюс-минус 100 метров, 150 метров, это такой низкий заход в море. И дальше, кто любит плавать, то поедет дальше глубже. Касаемо пляжа. На пляже есть немоторный вид спорта. Видите, есть каяки, каяки, вот, пожалуйста. Есть катамараны, в том числе и водные велосипеды. Вы можете с утра приходить на пляж, записывайте, пожалуйста, дальше идете плавать, свободное плавание, без всяких проблем. Все-таки я рекомендую брать с собой крем для загара с максимальной защитой, потому что все-таки субтропика на Кубе, палящее солнце, он начинается прямо с утра. Поэтому лучше, чтобы загар был постепенный, плавно, вот, и чтобы не было каких-либо случаев просто ожога, не дай бог, на коже, да, тем более туристы из России. Но, как видите, мы гордимся тем, что в этом году мы получили сертификат качества Traveller's Choice, это за большое количество положительных отзывов, которые получил наш отель. Как видите, очень такое красивое, огромное количество лежаков на пляже, поэтому не надо приходить там с утра пораньше, занимать лежаки, этого вообще не нужно. Просто позавтракали, может быть, Wi-Fi, попили вкусную чашку кофе эспрессо кубинского производства. Кстати, хороший кофе на Кубе рекомендую тоже покупать и брать с собой как сувенир в Москву, либо просто покупать для, как называется, для себя, как и ром, сигары, шоколад и кофе. Это вот те вещи, которые можно привезти из Кубы, либо подарок, либо просто для себя на память, чтобы растянуть вот это удовольствие после своего отпуска. Если мы смотрим на пляж, вот по этой части, по левой стороне, у нас нет отелей, поэтому получается, что клиенты выходят на пляж, свободно передвигаются по этому пляжу налево, могут передвигаться направо, направо, конечно, есть другие отели, но нет таких запретов или ограничений передвижения между отелем. Как видите, есть корпуса, вот эти корпуса, имеющие фронтальный вид на море, соответственно, в отеле есть номера, имеющие Ocean View, вот, они чуть-чуть дороже идут, чем стандартные номера, но все-таки, прошу иметь в виду, если кто-то хочет гарантированный вид на море, вы заказываете Junior Suite Ocean View в польской веке у туроператора, и, пожалуйста, клиенты полноценно получают гарантированно этот сервис. Дальше, как видите, вот этот корпус, где проходит чек-ин, чек-аут у клиентов, здесь, где находится обменный пункт, магазинчики, лобби-бар, который работает 24 часа, в Ливии, это вот здание, где расположены три ресторана «Ала Карта», ресторан «Шведский стол», вот, здесь, соответственно, снэк-бар, работающий 24 часа, конечно, на обед можно и в течение всего дня, можно перекусить, ресторан, который, во время обеда тоже кормит наших клиентов, в вечернее время превращается в ресторан «Ала Карта», в один из ресторанов «Ала Карта», вот. Дальше, в лобби, стойка регистрации работает 24 часа, здесь есть две окошки, как видите, это прием всех туристов, и чуть-чуть левее, это прием туристов, которые приобрели программу «Даймон Клаб». Программа «Даймон Клаб» – это дополнительная опция расширения сервиса и обслуживания клиентов во время пребывания, при бронировании у туроператоров «Анекстур» или «Пегастуристик» вы можете плюсовать эту опцию, это примерно 25 долларов за ночь за номер стоимости вот этой услуги. Соответственно, по прибытию в отель клиенты получают отдельный индивидуальный чек-ин, чек-аут, ран-чек-ин, постный чек-аут и другие, скажем так, преимущества, о которых я чуть позже, скажем так, расскажу. Дальше о номерном фонде. Все-таки отель 8 лет, конечно, номера очень просторные, около 40 квадратных метров, как вы видите. Есть зона гостиная с диванчиком, есть зона спальная, здесь в этом случае 2-1,5 кровати, может быть одна кровать in size, и в номерах по желанию клиентов вы можете заказывать одну дополнительную кровать. В этой комплектации 2 кровати, можно одну дополнительную кровать, либо если кинсайдс, это порядка 2 метра ширины кровати, то можно еще одну дополнительную кровать в номер тоже ставить. Нет, диван не раскладывается, это просто диван, чтобы просто посидеть. Ставится одну раскладывающуюся кровать дополнительную в номер. Но номера, как видите, достаточно просторные, поэтому каких-либо вопросов не возникает. В плане начинки номера. Вот за этой стеной два умывальника, ванная комната, соответственно, здесь есть шкаф для одежды, сейф электронный, глядильная доска, утюг. Дальше, на этом столе кофемашина, здесь находится мини-бар, в мини-баре кладут пиво национального производства, безалкогольные напитки и ежедневно минеральная вода много. Вот, это то, что как бы в номерах есть, как видите, централизованный кондиционирующий воздух, все номера с кондиционером, и максимальное размещение в этих номерах, двое срослых плюс двое детей, либо трое срослых. Мини-бар, да, бесплатный, он входит в систему, все включено. Дальше, номера с видом на море, видите, это вот те корпуса, которые я вам показал, имеют фронтальный вид на море, эти номера, конечно, стоят дороже, ненамного, но все-таки клиенты, пожалуйста, могут тоже такой тип номера заказать. Кто хочет, изолированные две комнаты, 12 номеров категории суит, они расположены, которые в корпусах максимально приближенных к пляжу, к морю. Вот, это отдельно, как видите, на экране гостиная зона в мини-кухне, отдельная, соответственно, спальня, вот, ну и все прелести, которые, соответственно, в наших номерах стандартные. Последняя реновация номеров, скажем так, если капитальный, этого не было за 8 лет в этом отеле, но идет постоянно косметический ремонт. Это покраска номеров, это, соответственно, починка мебели, это замена сломанной мебели и прочее, прочее, поэтому номера, да, не новые, но все-таки постоянно идет, следят за состоянием номерного фонда в этом, как называется, отеле. Вот, дальше, по поводу баров, один из баров, о котором я говорил, 24 часа, как раз на вашем экране, пинья кулада, это лобби-бар, работающий 24 часа. В вечернее время играет живая музыка и всю ночь, кто хочет просто поболтать, посидеть, увлекаться коктейлями, пожалуйста, напоминаю, есть коктейли и напитки национального производства, так и импортно. И клиенты, которые приобретают программу Diamond Club расширенную, имеют расширенную карту премиум-класса напитков, как алкогольных, так и безалкогольных, во всех барах отеля. И на пляже есть один бар, который обслуживает клиентов по программе Diamond Club, имеющая отдельная зона на пляже и обслуживается официантами. И как раз клиенты по Diamond Club имеют расширенную карту спиртных, безалкогольных напитков. Рестораны на сегодняшний день, как видите на экране, это буфет, большой ресторан, имеющий готовые блюда. Напоминаю, что на сегодняшний день накладывают блюда сами повара, официанты. Есть три зона коктейль-шоу, где клиенты заказывают итальянские блюда, рыбные блюда и мясные блюда. Касаемо ресторанов Фалакарта на сегодняшний день работают по мере загрузки отеля. Вот, конечно, клиенты получают информацию о работающих ресторанах по прибытию в отель и дальше они могут по желанию претворительно бронировать. Рестораны Ала Карта, они входят в систему, все включено. Вот, наш снэк-бар, работающий 24 часа, он находится между бассейном и пляжем, поэтому клиенты, которые либо отдыхают у бассейна, либо находятся на пляже, они, пожалуйста, тоже в течение дня могут перекусить здесь в этом снэк-баре и нет необходимости одеваться, чтобы идти в ресторан-буфет. Русскоговорящий ресторан, русскоговорящий персонал на территории отеля небольшое количество есть, но да, наши сотрудники упорно учат русский язык. И, кроме того, что, хочу сказать, что представители туроператоров, можно сказать, что практически на постоянном основе находятся на территории отеля Memories Flamenco, поэтому всегда вы можете рассчитывать на помощь представителей туроператоров, либо персонал отеля, конечно, это может быть в ресепсе, это может быть в ресторане или в среде аниматоров. Я уже видел аниматоры, которые нам говорят там не один, one, two, three, они уже говорят один, два, три, именно на занятиях салса, которые проходят у бассейна. Как бы персонал готовится постоянно, есть информацию в отеле на русском языке. Хочу тоже сказать, что сейчас минимизировали максимальное количество письменной информации, материал в отеле, поэтому активно туристы пользуются вот этими известными QR-кодами, где как раз клиенты, сканируя вот эти QR-коды, могут получить полную информацию о работе отеля во время своего пребывания. Вот просто наш азиатский ресторан Нагану, вот, конечно, там есть японская кухня, китайская кухня, тайская кухня и так далее. Наш мини-клуб, который я повторяюсь, имеет baby-клуб, все он для маленьких, самих маленьких детей, с присутствием, соответственно, родителей. Клуб 4-12 лет и для подростков в том числе есть комната, где как раз есть настольные игры. В течение дня расписаны разные мероприятия, это все указано в досках объявлений, информации, которые есть на территории отеля, в том числе для взрослых, касаемо развлекательной программы утренней, аэробика, гимнастика, и на пляже, у бассейна, занятия салсы, разные там дарды, бинго, занятия испанского языка, спортивные олимпиады и прочее, прочее. Как и денем, так и вечером, пожалуйста, это все получают на досках объявлений. Касаемо спорта, как я говорил, как раз на карте, я показывал, есть вот, пожалуйста, теннисные корты, есть спортивные площадки, футбол, баскетбол, вот, две теннисные корты. Конечно, на пляже есть более и более пляжные, для любителей как раз именно на пляже чем-то еще заняться, без всяких проблем. Как я говорил, есть спа-центры, в котором есть тренажерный зал, есть зона аэробика, есть зона как раз силовых тренажеров, в том числе в спа-центре можно заказывать различных видов массажей, омолаживающие, соответственно, процедуры, есть нескольких кабин, есть джакуз, как видите на экране, и на пляже, в том числе, там можно, если что, заказывать, как называется, массаж. В вечерное время, каждый вечер, 21.30, это как раз в амфитеатре, соблюдается, конечно, дистанцирование на сегодняшний день, проводится шоу, шоу каждый день меняется, тоже на досках объявлений в отеле есть данная информация, клиенты сюда входят, либо клиенты могут быть в любые в ресепции отеля. Конечно, после того, как закончится шоу в вечернее время, есть еще фор-бар на территории отеля, включая музыку, есть бар, можно танцевать, либо в любые отеля можно посидеть, слушать живую музыку. Конечно, клиенты получат места, где можно, безусловно, и петь, и танцевать, и веселиться именно в вечернее время. Теперь переходим к отелю Memories Caribe, напоминаю, только для взрослых, ограничений 16+. Вот, пожалуйста, посмотрите, напоминаю, это тот же пляж, это пляж Flamenco, это широкая песчаная полоса, белоснежный песчаный пляж, как вы видите, очень пологий заход в море, и, соответственно, даже такой красивый, разноцветный пляж. В этом отеле у нас получается, скажем так, тоже очень компактная территория, вот, пожалуйста, карта. Здесь по правой стороне тоже нет отелей, получается, клиенты свободно могут по пляжу передвигаться. По левой стороне отеля, если смотреть с этой стороны пляжа, конечно, есть отели, но все-таки нет каких-либо ограничений. Клиенты могут прогуляться по пляжу километрами, вот, Кайо Коку есть больше 20 километров белоснежных пляжей, поэтому, пожалуйста, огромное пространство есть. Как видите, отель очень компактный. На территории отеля есть озеро, натуральное озеро, и в нашем отеле живут розовые фламинги и пеликаны. Это наши постоянные гости, можно с ними фотографироваться, можно их покормить, пожалуйста, есть такой, как называется, дополнительный аттракцион. В нашем отеле есть, в том числе, осмотровая площадка, откуда можно сделать красивые съемки, и видео, и фотографии территории отеля, пляжа, закаты, в том числе. Здесь есть бассейн, вокруг которого, соответственно, делается вся развлекательная программа. Около бассейна у нас есть кафетерин, где собственное производство мороженое. Более 23 расснежных типов кофе, как холодных, так и горячих, с различными добавками, как любят, например, в России. Здесь, соответственно, есть главный корпус отеля, где находятся и ресепсии, и лобби, рестораны, бары отеля. Есть отдельная зона, где спортивные, и спа-центр, и спортивная площадка, и теннисная площадка, где клиенты тоже тренажерный зал. На территории вокруг озера есть такие небольшие корпуса с четырьмя номерами, где расположены номера категории Junior Suite. На пляже Шеслонги и Зонты везде есть, они все бесплатно, в достаточно большом количестве, поэтому, пожалуйста, каких-либо вопросов нет. Для тех, которые хотят организовать свадебные символические церемонии, на территории Мемори Скорибе есть две беседки. Одна беседка находится между корпусами на территории отеля, и вторая беседка находится прямо на пляже с фронтальным видом. Клиенты за небольшие деньги могут приобрести пакет как раз именно свадебной церемонии, и, пожалуйста, можно это все организовать. На пляже есть один из наших ресторанов Alacarta Pizza, который итальянский ресторан. Во время обеда клиенты могут как раз именно поесть, и, пожалуйста, в вечернее время могут посетить один из наших ресторанов Alacarta, итальянской кухни, пожалуй. Здесь, соответственно, по территории отеля все корпуса достаточно невысокие, двухэтажные, как видите на экране, очень зеленая, ухоженная территория у данного отеля. Как видите на экране, вот эти корпуса поменьше, которые вокруг озера, здесь расположены номера категория Junior Suite. В данном отеле есть три типа номеров, вот, пожалуйста, в лобби нашего отеля, работающий тоже 24 часа, и здесь можно тоже как бы обмен валюты, есть магазины, супермаркеты. Соответственно, для клиентов, которые приобретают программу Diamond Club, тоже имеют отдельный чек-ин, чек-аут. Вот, вот, фламинги, они наши постоянные гости, живут на территории нас в отеле, они не улетают, они могут, конечно, прилетать, но обычно фламинги как раз именно находятся в это время, каю-коко, каю-ги-герму, поэтому за пределом отеля обязательно в озерах можно их посмотреть. Это действительно очень фразивое зрелище, когда они собираются, они там отдыхают, ходят, кушают, вот, действительно. Приливы, отливы есть, но они умеренные, это в основном дневное время, это где-то 2 часа или 5 часов в это время могут быть отливы, но они несущественные, это может быть там где-то 100-150 метров, но это не критическое, поверьте, я был неоднократно в каю-коку и купался в море в течение всего дня, поэтому да, это явление присутствует, но он не критичен. Скажем так, да? Вот. Теперь по номерному фонду есть три типа номеров, это классические, в таком классическом виде это номера стандартные, вот, максимальное размещение трое взрослых, тоже тип кровати, либо один кин-сайз, широкая кровать, либо две полууторые кровати, вот, есть гладильная доска утюг, мини-бар, кофемашина в номере. Есть номера, которые прошли полную реконструкцию последние два года, вот, как раз в этих номерах на сегодняшний день, отвечая на вопрос, проживают наши клиенты. Наши клиенты на сегодняшний день живут в Superior Deluxe номерах, потому что час отелей все-таки корпуса закрытия, и именно корпуса закрытия где стандартные номера. Поэтому наши клиенты сейчас проживают в номерах Superior Deluxe, у которых капитальный ремонт, совершенно новые ванные комнаты, как видите, современная мебель, четко разделена гостиная зона, даже есть вот такая зона, где можно организовать завтрак номер, или просто в номере перекусить. Вот, и широкая, либо king-size, либо две полуторы кровати непосредственно в номерах. Номера категории Junior Suite, это два уровня части номера. Один уровень ниже, это получается гостиная зона, второй уровень выше, это как раз именно спальная зона. Сейчас идет полная реновация этих номеров, соответственно, современная мебель, совершенно новые ванные комнаты. Я думаю, что в ближайшее время откроют как раз именно доступ к этим номерам, и уже для тех, которые хотят жить в таких корпусах, напоминаю, где всего четыре номера, это небольшие бунгалы, либо с террасы, как на примере на экране, либо с балкона на втором этаже, пожалуй, я думаю, что со следующего года начало можно будет начать через туроператора бронировать такие номера категории Junior Suite. Эта зона, конечно, более спокойная для клиентов, потому что находится вокруг озера, чуть дольше от бассейна, где проходит в основном рассветательная программа. Ну и по барам, то же самое, что и в Memory Flamenco, они расположены по всей территории отеля, один из которых работает 24 часа, и в вечернее время, конечно, играет живая музыка. Рестораны, один ресторан-буфет, несколько ресторанов La Carta, то же самое, рестораны La Carta включены в систему, все включено, требует предварительного бронирования. Здесь рестораны, как и Flamenco, это итальянская кухня, кубинская кухня, азиатская кухня, средиземно-мороской кухни, поэтому клиенты в ресторанах La Carta могут, конечно, дегустировать лангуст, это вот деликатес, за которым тоже и на Кубу ездят, чтобы есть морепродукты, рыбу, пожалуйста, в ресторанах La Carta это может, и в ресторанах-буфете, по мере возможности. Я не обещаю, что будет каждый день, могут быть креветки, меды и разных типов рыб. Наш ресторан с фронтальным видом на море, это как раз Pisa Pasta, наш итальянский ресторан в вечернее время, который во время обеда кормит наших клиентов и нет необходимости просто переодеваться для того, чтобы ходить в ресторан-буфет на территории отеля. Азиатский ресторан Нагану, вот, пожалуйста, на вашем экране. И наша такая, скажем так, изюминка в отеле, это наша кафетерия, кафе, где, как я говорил, более 20 разных типов кофе, как горячих, так и холодных, с добавками, кафе-мороженое, мороженое собственное производство. Этот кафе расположен прямо у бассейна и между морем и бассейном, между пляжем и бассейном, поэтому, пожалуйста, как называется, хоть и не взрослый, но бывает хочется быть ребенком и, пожалуйста, поесть мороженое, которое сладкое, почему бы и нет, тем более это собственное производство. Мороженое достаточно густое на Кубе, поэтому, пожалуйста, как говорят в английском enjoy, наслаждайтесь. Дом вина, это тоже дополнительная опция, но уже за деньги. Клиенты могут приобрести по небольшим, по недорогим ценам марочное вино, можно организовать дегустацию сакузками непосредственно в этом помещении для клиентов, тоже как дополнительная опция. Либо могут посетить наш спа-центр Zen, где есть, само собой, тренажерные, есть джакузи, есть сауна, в том числе нескольких кабин, где клиенты могут заказывать различные типы массажа и процедуру, в том числе омоложения. Спортивные площадки тоже самое, как Memo и Flamenco, это мини-футбол, это баскетбол, это теннисные корты, это, безусловно, волейбол на пляже, поэтому клиенты, конечно, могут совместить разных типов, как называется, отдыха на территории наших отелей. Теперь старт-пишка Юги Герму, это наш молодой отель, мы приобрели совершенно недавно, в прошлом году, конечно, прошел большие реставрационные работы в данном отеле, в ресторанах, барах, в номерном фонде, часть номерного фонда полностью прошел капитальный ремонт в этом отеле. И в том числе изуминка этого отеля в том, что на территории есть школа кайтсерфинга, и клиенты, которые хотят этим заниматься, пожалуй, приезжают в наш отель, можно брать на прокат оборудование, либо приехать со своим оборудованием. Как видите, очень такой низкий заход в море в этом отеле, по этой части пляжа у нас нет отеля, и по той стороне, пожалуйста, можно пройти, там есть, конечно, отели, но большое расстояние между отелем, можно зайти на территорию других отелей, не в каких-либо запретах на это. Могут, конечно, перекусить или нет, это уже вопрос, разрешают или не разрешат отель, но нет такого жесткого контроля на клубе, что вот запрещено заходить на территорию других отелей. Поэтому, пожалуйста, много километров белоснежных песчаных пляжей к Каюгу-Ерму встречают наши клиенты. Так, видите, очень зеленая территория, совсем низкие одноэтажные, либо двухэтажные корпуса, вот, есть корпуса, примерно 50% они ориентированы на пляж, поэтому большой процент наших номеров с видом на море. И в том числе бунгалов деревянные, они находятся дольше от пляжа, имеют отдельно свой бассейн, вот, здесь предлагаются стандартные номера, тоже в продаже в поисковике есть у туроператоров, поэтому, кто этого желает, может выбрать, пожалуй, такие бунгалов деревянные стандартные номера, либо номера категория Union Suite. Наши стандартные номера на сегодняшний день, они прошли, соответственно, косметический ремонт, номера 30 квадратов, достаточно просторные, как видите, то ли две полутора кровати, то ли одна кровать king-size, и, как в отелях Memories Caribe, Meloie Flamenco, можно, можно ставить тоже одну дополнительную кровать номер. Максимальное размещение, двое срослых плюс двое детей, либо трое срослых номеров. Вот номера, пожалуйста, после реновации, полностью совершенно современное небо, как видите, совершенно новые ванные комнаты, предоставляются непосредственно в отеле. Номера деревянные, как видите, это благородные сорта дерева, есть люди, которые хотят, чувствуют, как будто живут в коттедже, на пляже, на природе, пожалуйста, могут выбрать, соответственно, такие номера. Есть стандартные номера, и номера юниор-швита, они чуть побольше, имеют отдельная гостиная зона и зона спальня непосредственно в номер. По ресторанам. Здесь большой буфет, то же самое, что и в других отелях, и зона готовых блюд, и зона кукин-шоу, где клиенты сами заказывают блюда на завтрак, на обед и на ужин. Вот рестораны а-ла-карта, которые требуют предварительное бронирование. Один из баров, лобби-бар, как раз под названием Хемингуэй. Напоминаю, что Каю Гильермо имеет привязка истории с жизнью Хемингуэя, потому что в этом районе он любил рыбачить. Вот, поэтому и как раз пляж Пилар получил название яхты Хемингуэя. И очень много мест в Каю Гильермо, которые носят название Эрна Хемингуэя, либо его памятник, который есть на острове, и так далее. Мини-клуб на территории нашего отеля. Это все-таки семейный отель, небольшой, имеет, как видите, площадка, мини-бассейн и несколько комнат, где дети в течение дня занимаются различными мероприятиями. Вот, пожалуйста, на экране, как примерно выглядит волейбол пляжный. То же самое есть и в Мемори Фламенко, и в Мемори Скорибе. Как бы во всех наших отелях есть обязательно на пляже волейбол. Как бы очень активно этим пользуются клиенты. Пожалуйста, кроме того, есть теннисные корты, есть фитнес, тренажерный сал, есть сауна в этом отеле, есть массажный кабинет. И просто если клиенты хотят делать массаж, пожалуй, можно разместить. Вот, пожалуйста, несколько фотографий наших серпендистов, Каю Гильермо в нашем отеле. Старфиш, пожалуйста, напоминаю, можно либо брать занятия. И здесь, конечно, инструктора с английским или испанским языком, либо французским или итальянским. Есть по-русски, пока здесь в этом отеле нету. Но, пожалуйста, кто-то желает, может это все приобрести. Теперь по Diamond Club, пожалуйста, на вашем экране все, что включает программа Diamond Club. Единственное, что программа Diamond Club распространяется на отеле марки Memories, Grand Memories и Royalton Varadero. Старфиш, к сожалению, не предлагает эту программу, поэтому прошу учесть, как бы, если бронирует в Мемори Фламенко и в Мемори Карибе, пожалуйста, можете заказывать в Diamond Club. Если у вас дополнительные опции при бронировании через туроператоре Аликс и Пегас Туристик, пожалуйста, это вы можете делать. Либо, если клиент не решил, при соседении в отель тоже можно эту услугу заказать. Напоминаю, да, повторяюсь, 25 долларов за ночь за номер, пожалуйста, клиенты могут приобрести. Что включает? Как я говорил, да, это персональная регистрация, это, само собой, приветственный коктейль, отличительный браслет, это ранняя регистрация, заезд и поздний выезд, это эксклюзивная пляжная зона с услугами официантами и, соответственно, расширенная карта напитков премиум-класса, как спиртный, так и безалкогольный, консервные услуги на лобби отеля, премиальные удобства в номере, номера всегда расположены ближе к пляжу, это улучшенные номера, это номера, которые, соответственно, удачные расположены, пляжные полотенцы в номере, скидка в спа-процедурах, услуги прачечной, обед, один эксклюзивный обед в ресторанах Алла-Карта, вот, эксклюзивное, соответственно, ужин и шоу делается раз в неделю, вот, мини-бары, соответственно, пополняются регулярно, вот, и один шоу в вечернее время организуется для Diamond Club. Diamond Club это для клиентов, которые хотят чувствовать себя чуть-чуть более, скажем так, индивидуальный к нему подход, больше такой персонализированный подход к нему непосредственно. Ну, возвращаясь к теме сватвенных церемоний, пожалуйста, есть у нас порядка семи пакетов разных сватвенных символических церемоний, кто-то, если желает, можно тоже и официальную сватвенную церемонию, примерно стоимость нотариуса, это порядка плюс-минус 500-600 евро за его услуги, конечно, я больше рекомендую все-таки символические сватвенные церемонии, где предлагаются сами большие деньги, это полностью оборудованное место, это цветы, бутинерка, это тортик, это шампанское, приватный ужин, завтрак в номере, уборка номера в день сватвы, подготовка номера ко сну, вот, и ряд таких приятностей, которые получают клиенты, и я думаю, что в любые времена люди знакомятся, влюбляются, организуют сватвы, они хотят чувствовать себя молодоженами, и, конечно, организовать такие экстатические, красивые, незабываемые, соответственно, сватвенные церемонии. Конечно, можно организовать за дополнительную плату фотосессий с ретро-машиной, на территории отеля, за пределами отеля, можно организовать, конечно, ансамбли, танцевальные группы, все, что желаю клиенту, пожалуйста, по заказу, там можно все организовать. Свидетельство о браке в России, да, действительно, это все нотариально заверяется, оформляется в течение какого-то времени на Кубе, все пересылается в Россию и оформляется. Но я еще раз повторяю, лучше официально жениться в России и поехать на Кубу сделать символическую, красивую, экзотическую на пляже, да, как на экране вы видите, именно такую свадьбу, как называется церемоний. И есть такой интересный пакет для молодоженов, он бесплатный, достаточно, что при бронировании через туроператора вы заказали, указали, что ел молодожены, вот, это действует в течение шести месяцев с даты браковосочетания, главное, чтобы клиенты брали с собой копию свидетельства о браке, вот, и они что получают? Получают вот это, повышенный класс номера, бутылка игристого вина, выточку номер по прибытию, вот, соответственно, улучшенные, как называется, завтрак номеры, это романтический ужин в одном из ресторанов, а ла карта, скидка на спа процедуры и поздный, соответственно, чек-аут для молодоженов. Если вы хотите, чтобы клиенты это получали, пожалуйста, бронирование, спрашивайте у клиентов, закажите эту услугу, клиент обязательно это все получит. Данный пакет распространяется для юбиляров, главное, чтобы день свадьбы и юбилей свадьбы проходил в один из дней пребывания в отеле. Опять же, у кого есть день рождения, юбилей по дню рождения, очень часто на самом деле ко мне обращаются клиенты сами через топ-хотел или сами меня нашли в интернете или агентство обращаются с просьбой организовать для клиента праздничный ужин в одном из ресторанов, а ла карта, организовать какие-то сюрпризы в номере для клиента, пожалуйста, это все реально, главное, заранее об этом знать, заранее это бронировать через туроператоры, вы можете меня в этом написать, вот, можете просто позвонить, как раз я, следующий слайд, это мой контакт, пожалуйста, вот волшебный квадратик, вы можете фотографировать, здесь мои контакты, моя почта, мой телефон, у меня есть телеграмма, ватсап, вайбер, есть мессенджер, можете написать на почту, что ездят ваши важные клиенты, нужные клиенты, молодожены, с юбилеем, со свадьбой, со свадьбой там, организовать хотят и прочее, пожалуйста, с удовольствием, главное, чтобы клиенты получили максимально достоверную информацию, получили те услуги, которые не сослуживают, именно то, что предлагает непосредственно отель. Так, какая погода на островах на данный момент? И какие прогнозы на январь? Я только могу сказать статистику, если говорить про январь. То, что сейчас погода теплая, как и воздух, теплая погода, градусов 25-27, море на Кубе всегда круглый год теплым, больше 23 градуса воду. Вот, касаемо января, январь, средняя температура воздуха 25 градусов в течение дня, вот, вечером может быть прохладно, чуть-чуть опускается температура, поэтому берем с собой свитера или курточки легкие, чтобы можно было прогуляться по морю в вечернее время. Вот, в январе, в феврале могут быть отдельные дни, когда приходят северные ветра, которые приносят прохладу, может температура опускаться в среднем до 25 градусов, плюс-минус, бывает ветрено, бывает пасмурная погода, могут быть такие быстрые, легкие дожди, но это явление от одного до трех дней. Вот, но я просто хочу гарантировать о том, что все наши клиенты, они возвращаются с кубинским загаром, они обязательно купаются в море, они загорают, они просто гуляют по пляжу. Вот, единственное, что, как я говорю, можно предупредить, и нужно предупредить, что могут быть такие, скажем так, 2, 1, 2, 3, такие прохладные дня, но это все уходит быстро, опять же, в эти дни можно организовать экскурсии, для того, чтобы время, скажем так, с пользой проводить. Вот это то, что я, в принципе, могу сказать. Если у вас, скажем так, остались какие-то вопросы, пожалуйста, я совершаю мою презентацию, поэтому стараться максимально коротко, полезно, ясно рассказывать основные моменты, рекомендации, советы, о чем, как называется, вы должны знать, когда клиент к вам обращается, хочет поехать на кубин. Так, ну, всегда довольны, к сожалению, не все 100% клиентов довольны, всегда есть какой-то процент клиентов, которые для них определенные неожиданности, и они не ожидали какие-то нюансы, поэтому очень важно, именно ваша работа, ваши советы, ваши консультации предупредить клиентов, лучше, чтобы клиент был предупрежден. Если он знает о том, что все то, что может быть, с какими вопросами, с какими проблемами может сталкиваться во время своего отдыха на кубе, он предупрежден, он к этому отнесется гораздо проще. Самое главное – терпение. Напоминаю, что кубинцы есть присутствие такой метлительности, кубинцы помогают, они очень дружелюбные, очень доброжелательные, очень жизнерадостные, но немножко метлительные. Растут под солнцем, поэтому бывают клиенты, хотя все прямо сейчас, все быстро, все сразу, главное быть настойчив, упорный, при необходимости повторить, но я рекомендую дружиться с персоналом отеля, улыбаться, приветствовать, hola, buenos dias, que tal, como estas, gracias, chao. Ну, такие какие-то слова по-испански, которые, конечно, чуть-чуть объединяют сотрудников и туристов. Конечно, брать с собой хорошее настроение, все-таки проверить свое здоровье перед полетом на Кубу, чтобы не было таких неприятных, неожиданных, неприятных озиданий на тему теста плюсов на Кубе, не дай бог по прилету. Пожалуйста, как бы это ваши работы, ваши, как называется, рекомендации. Так, в случае положительного теста, находят, где происходит изоляция туриста. Но я вначале об этом говорил, это проходит непосредственно на острове Каюкохо в отеле Соль Каюкохо, и клиенты живут по системе, все включено, и это все покрывает страховая компания. Так, кубинский загар получат в любом случае, да, это всегда, и всегда хорошее настроение, и всегда много арома, это да. Как часто такое случается, что имеется в виду, не понял вопрос, спросите, да, будьте сами на позитиве, и клиентов тоже заряжайте. Вот, это очень важно, действительно на Кубе надо, ну, если говорим, скажем, про проценты положительных тестов, на сегодняшний день количество положительных тестов в разы уменьшилось, слава богу, и в каждом прилете могут быть где-то 3-4 случаев ковида, плюса, теста плюса, вот, первые полеты там вообще-то было по 10-15 человек, слава богу, это уменьшило, видимо, народ стал проверяться перед полетом на Кубу, либо стали поосторожнее, не знаю, но, слава богу, количество таких положительных тестов на Кубе в разы уменьшилось, и еще раз повторяю, главное, просто рекомендуйте клиента провериться перед полетом, и на всякий случай приобрести страховку от небызды, если вдруг выявилось, что перед полетом клиент, соответственно, имеет положительный тест. Ну, я думаю, что если больше вопросов нет, я совершаю свой вебинар, я думаю, что у вас работы очень много, вот, и бронировать надо, и клиенты ждут новогодние, наверное, на бронину, поэтому спасибо вам огромное за ваше время, за ваше внимание, к вашим услугам, если у вас какие-либо будут вопросы. Опять же, рекомендую подписаться, регистрироваться на Facebook, у меня есть группа, называется Куба for 4 Pro, и в том числе на YouTube есть канал Hotels 4 Pro, где вы можете найти любые мои вебинары, вы можете отправлять информацию клиентам, видеоролики отелей, которые я представляю, как называется на Кубе, поэтому всегда будьте информированы, главное знать, где вы можете найти эту информацию, пользуйтесь группами на Кубе, которые регулярно я размещаю информацию актуальную, полезную о Кубе, и как раз передайте всю эту информацию вашим клиентам. Спасибо вам огромное, будьте на позитиве, будьте здоровы, отличного настроения, замечательных продаж перед Новым годом обязательно, заработайте много денег, чтобы у вас тоже в будущем было возможности посетить и увидеть раз в жизни настоящую Кубу. Спасибо вам огромное, всего вам доброго и до свидания, до новых встреч. Продолжение следует...